В начале этого года компанию Renault возглавил 54-летний итальянец Лука Демео. До этого он был генеральным директором марки Сиат. Под его руководством испанский бренд вышел в прибыль и ставит рекорды продаж. Модельный ряд Renault тоже ждет реформа, но от семейства Megane решил не отказываться именно Демео. В этом году модель празднует четверть вековой юбилей, а в производстве сейчас находится ее четвертая генерация. Губить раскрученный бренд вроде бы жалко. Что делать? Конечно же, выпускать кроссовер, при том, как нынче принято, электрический. И для этого из ассортимента альянса Renault-Nissan была взята архитектура CMF EV, которую первым застолбил электрический паркетник Nissan Aria. Чтобы засвидетельствовать серьезность намерений, французская марка презентовала концепт Megane eVision. Отбросьте безрамочные двери, боковые камеры, матричные фары и утопленные ручки, и вы без труда поймете, какой будет серийная модель. Мы не преувеличиваем. Renault уверяет, что машина готова на 95%, а ее премьера состоится буквально через несколько месяцев. Концепт оснащен единственным электромотором, который передает крутящий момент на передние колеса. Заявлено, что на разгон до сотни машине требуется менее 8 секунд. В нынешнем варианте литиево-ионная батарея емкостью 60 кВт-часов. В пресс-релизе пространно говорится, что одной зарядки хватит на путешествие от Лондона до Нью-Касла длиной 450 км. Бензиновых и дизельных вариаций пока не предвидится, хотя теоретически архитектура CMF весьма разнообразна, и мы не стали бы исключать варианта, что прототип E-Vision – это электрическая приманка для покупателей следующего поколения Меганов, в котором найдутся и более традиционные модификации. Больше никаких данных нет, есть только опубликованные габариты, которые говорят нам, что электрическая новинка будет намного компактнее нынешнего Мегана, зато порадуют растянутой колесной базой, а значит и просторным салоном тоже. К слову, изображений интерьера пока нет, хотя дизайнеры наверняка придумали что-нибудь этакое. Вот только по последней моде, которую завели автопроизводители, выдавать информацию решили дозировано. Впрочем, из России Меган ушел 4 года назад и с переходом на электричество явно не вернется.